Ростов выбирает. Райцентр Ярославской области в это воскресенье оказался в центре внимания российской общественности. Выбора мэра города привлекли внимание 200 наблюдателей со всей страны. Все они съехались в Ростов-Великий 21 апреля и немедленно создали активность в социальных сетях, выведя Ростов в общероссийские тренды Твиттера. Впрочем, сообщать о нарушениях им так и не пришлось. У наблюдателей есть такое понятие – скучные выборы. Это когда выборы проходят без происшествий, нарушений, и комиссии стремятся к тому, чтобы провести день голосования как можно лучше. Не нарушаются права наблюдателей. Вот сегодня, до настоящего момента, до полудня – это скучные выборы, что очень радует наблюдателей. А вот выборная гонка в самом Ростове была напряженной. В борьбе за кресло мэра рубились 15 кандидатов. В бюллетени в итоге попала дюжина. Прежнего мэра такая схватка только радовала. Борьба здесь активная, 12 кандидатов. Это очень здорово. Разное мнение представлено, разное видение, как должен город развиваться. И я думаю, что у жителей города есть выбор. Это здорово на самом деле. Среди участников гонки, как представители партии, так и самовыдвиженцы, в день голосования кандидаты в мэры объезжали избирательные участки, также следили за возможными нарушениями. А заодно говорили о минувшей кампании. Кампания наша отличалась тем, что мы всегда шли впереди на одну ногу. И те кандидаты, которые были на этой же кампании, они в основном зачастую дублировали части нашей программы и, соответственно, лозунги. Я хочу создать муниципальную управляющую кампанию и заменить всех частников. Кроме того, буду стараться достать денег для того, чтобы восстановить ливневую канализацию. В итоге Юрий Кремнев и Александр Костырев финишировали на втором и третьем местах, соответственно. А победил кандидат от «Единой России» Константин Шевкопляс. За него проголосовали 26,5% от пришедших к избирательным урнам. Константин Геннадьевич пришел на голосование всей семьей и рассказал, чем считает необходимо заняться в первую очередь. Основные вопросы для меня на будущее, я вижу, это благоустройство города, придание ему как внешнего, более привлекательного облика, так и внутреннего его содержания. Также избранный мэр намерен решить проблему вывоза мусора и разобраться с вечной российской проблемой – дорогами. Константин Смирнов, Ольга Преснухина, Олег Лушников. День событиях.